Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, как и договорились, с вами продолжим анализ выполнения основных приоритетов госпрограммы вооружения. И сегодня здесь, в Ижевске, посмотрим, как идёт работа в части оснащения сухопутных войск. Их ключевая роль в вооружённых силах, очевидно, это войсковое прикрытие основных стратегических направлений, участие в нейтрализации локальных вооружённых конфликтов, а также в миротворческих операциях. Для решения этих задач сухопутные войска должны обладать высоким боевым потенциалом, мобильностью, слаженностью и, конечно, иметь укомплектованные современные арсеналы. В госпрограмме вооружения на оснащение сухопутных войск новейшими образцами вооружения и техники выделено более трёх триллионов рублей. Что составляет более 16% от всей программы госвооружения. При этом заказ сухопутных войск самый большой по номенклатуре. От бронетехники и артиллерийских комплектов и комплексов до экипировки и стрелкового вооружения. Современная техника уже поступает войскам. Так, если в 2011 году её доля составляла порядка 23%, то к концу текущего года выходим практически на 30%, ну почти 30%, 28% с лишним. Однако понятно, что основная работа, конечно, ещё впереди. За последние годы наши конструкторские бюро и предприятия ОПК сформировали хороший технологический задел. Проведён большой объём неокров, заводских и войсковых испытаний. И сейчас, что называется, на выходе. У нас есть целая линейка принципиально новых образцов бронетанковой, ракетно-артиллерийской и автомобильной техники, а также боевой экипировки личного состава. Сейчас вот имел возможность в этом убедиться и выглядит вполне убедительно. Я прошу Минобороны совместно с предприятиями ОПК в максимально короткие сроки завершить эту работу, окончательно определиться по развертыванию производства основных боевых систем. Напомню, что с 2014 года эта принципиально новая техника должна массово поступать в войска. Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны обеспечить выпуск вооружений и военной техники в требуемых количествах, рассчитывая, что это будет и нужного качества, и по приемлемым экономически обоснованным ценам. Вместе с тем, обращаю внимание на следующие проблемы. Задача обеспечения сбалансированного и комплексного развития систем вооружения сухопутных войск до конца, к сожалению, пока не решена. Повышена возможность средств поражения войсковых формирований тактического звена. Однако средства разведки, управления, толового и технического обеспечения, снабжения – все это по требуемым на сегодняшний день параметрам пока еще требует доработки. Слабость даже одного отдельного звена, отдельного узла во всей этой системе в целом снижает эффективность всего комплекса, особенно в условиях современного боя. Есть вопросы не только в части опытно-конструкторских работ по отдельным направлениям, но и по определению объемов серийных поставок вооружения. Так у нас сейчас разрабатывается целое семейство военных автомобилей специального назначения с очень хорошими техническими характеристиками. Но до сих пор нет ясности, сколько такой техники должно быть закуплено в ближайшие 5-7 лет. Между тем, для промышленности такой горизонт планирования очень важен. Без этого предприятиям будет сложно и эффективно развивать производство, планировать это развитие, привлекать инвестиции. Считаю, что при формировании новой редакции госпрограммы вооружений, она должна быть у нас сформирована до 2025 года, нужно провести интегрированную оценку эффективности всей системы вооружений сухопутных войск, определить наиболее оптимальные направления разработок, в том числе с использованием расчетно-моделирующих комплексов. На что, полагал бы, нужно обратить внимание. Первое – это развитие высокоточного оружия не только большой дальности, но и тактической зоны поражения. Анализ военных конфликтов в последних десятилетиях показывает, что его роль и масштабы применения постоянно растут. Поэтому нужна системная работа по увязке всех компонентов высокоточного оружия, а именно самого вооружения и разведывательно-информационного обеспечения, управления, носителей. Второе ключевое направление – это оптимизация стрелковой отрасли, которая поставляет оружие для сухопутных войск, Министерства обороны и для других силовых ведомств. Сегодня в стрелковой отрасли накопилось немало проблем, и решать их нужно системно. Только что мы были на презентации нового концерна, который носит имя нашего легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Это первый шаг в консолидации производства стрелкового оружия и боеприпасов. После присоединения к концерну других предприятий такое объединение позволит снизить себестоимость производства, уменьшить расходы на логистику и транспорт, выстроить эффективную цепочку от разработки техники до её сервисного обслуживания. И, надеюсь, в конце концов, должно привести к повышению уровня заработной платы. Но пока на предприятиях люди получают ниже среднего, я обращаю на это внимание. Сколько там получается среднего? Ну, здесь сколько получается? 17 тысяч. На УГИ 24. Средняя – 17. И у меня в документах есть 17 тысяч. Ладно. Ну, хорошо, я проверю, насколько точны. Да, но во всяком случае мы с вами понимаем, что чем эффективнее производство, тем больше возможности и в повышении оплаты труда, а значит, больше возможности привлекать сюда молодых и талантливых людей. Кстати, параллельно необходимо решать и другую задать. Сейчас вот я с ребятами, с молодыми разговаривал, работниками предприятий. Конечно, одна из острейших – это всегда, везде так, это жилищная проблема. Посмотрите, пожалуйста, на тот положительный опыт, который уже применяется на некоторых оборонных предприятиях. Вот я приводил им пример на Дальнем Востоке, где одно из предприятий вертолётов России эффективно применяют одну из таких схем. Там удешевление квартиры сразу получается процентов на 30. Вместе, конечно, с регионом нужно делать, с предприятием, но их возможности включать работников. Такие схемы есть и эффективно функционируют. За реструктуризацию стрелковой отрасли непосредственно отвечает Минпромторг совместно с Минобороны и Госкорпорацией Ростехнологии. Я прошу сегодня доложить, как организована эта работа по реструктуризации. Третье – это расширение учебной, тренажёрной и полигонной базы. Ещё раз отмечу, что с будущего года начнутся массовые поставки в войска современной техники. Она более сложная, поэтому требует новых знаний и навыков личного состава, особой подготовки и обучения. Необходимо не упустить момент и уже сегодня одновременно с новой боевой техникой планировать производство тренажёров для учебных классов. Одновременно отработать новые подходы к современному оборудованию полевых учебных площадок, организации полигонов. И, наконец, четвёртое. Важно серьёзно поддержать отечественные инженерно-конструкторские школы. Регулярно встречаясь, вы знаете, с нашими специалистами, у генеральных конструкторов зачастую складывается мнение, как мне показалось, во всяком случае, что в последние годы их центральная координирующая роль в создании вооружения и военной техники снижается. Хочу вас заверить, что это не так. Это не так. На первый план выходят не финансовые, а управленческие и другие аспекты, хотя они чрезвычайно важны в системе управления, в рыночной экономике. Но считаю, что также, как и прежде, институт генеральных конструкторов должен быть главным техническим штабом, движущим силой всех новых разработок. Без этого даже при наличии денег и талантливых управленцев оружие не создать современного и эффективного. Да и в целом практика показывает, что в современных условиях к управлению предприятиями нужно активнее привлекать специалистов, глубоко владеющих именно техническими знаниями, наряду с управленческими навыками и специальными экономическими. Уважаемые коллеги, наше совещание проходит в преддверии Дня оружейника, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников отрасли с наступающим профессиональным праздником. Мы гордимся отечественными оружейниками, которые веками ковали оборонную мощь нашей страны, особенно обеспечивали высокое качество и надёжность продукции. Многие образцы которой, как и выпускаемые здесь, в Ижевске автомат Талашникова, известны во всём мире. Он стал одним из брендов нашей страны, без преувеличения, можно сказать, самое распространённое оружие в мире. Достаточно сказать, что на государственных гербах некоторых стран изображён автомат Талашникова. И в наши дни работающие в ОПК инженера, конструктора, управленцы создают военную технику и вооружение высочайшего уровня. Современные образцы стрелкового оружия, которые мы только что видели, наглядны этому подтверждением. Хочу поблагодарить инженеров и всех российских оружейников за добросовестную работу на благо укрепления обороноспособности России. Уверен, что вы и все ваши коллеги будете и впредь содействовать укреплению обороноспособности нашей страны. Желаю всем вам успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!